И так, всем большой привет! С вами, как всегда, я Дезертирую. Мы продолжаем что-то делать в замечательной игре под названием Mass Effect. Я надеюсь, что всё у нас будет хорошо. Нам пришло личное письмо какое-то, насколько я помню. Давайте проверим. Так, непрочитанные сообщения. Выбрать. Визер Тень, Шлем Разведчик, Страж, Шлем, Броня, Снайперская Винтовка, Бронекостюм, Дракона, Бла-бла-бла-бла-бла-бла, Мотыга. По-моему, нам больше ничего не приходило, как бы. Так, тренировки мы делать будем потом. Ладно, с этим всё. Поехали, пробуем посмотреть, что же у нас на карте творится. И, как видите, эта карта самую малость больше. Управляем мы здесь напрямую нашим кораблём. Вот есть ретранслятор, есть Омега-4, есть топливный склад, на котором мы можем, собственно, по-моему, заправляться топливом. Есть просто Омега, это завербовать Архангела, завербовать профессора, нанять ветерана. Там сразу несколько заданий. Есть какие-то планеты, которые мы можем посещать, вот, допустим, выйти на орбиту планету. Так, Имаркан. Стандартный метано-эммиачный гигант является основным источником Келет-3 для движущихся мимо Омеги кораблей. Большая часть заправочных станций контролируется преступными картелями, втянутыми в убийственную, в буквальном смысле, ценовую войну. Имаркан также известен своими перевалочными станциями, на которых торопящийся пират может найти топливо, патроны, противоядия, азартные игры и сексуальные услуги на любой вкус. Сканируем, дорогие мои друзья. Пробуем найти что-то. Здесь сканер. Вот что мне нравится, здесь очень классный сканер работает. Вот, я обожаю, на самом деле, вот эту систему. Вот то, что они вот это вот сделали, очень, очень шикарно просто. Где-то здесь находится, но никак не пойму, давайте получше поглядим. Единственное, приходится немножко погеморроиться, конечно, чтобы найти конкретные данные. Но оно того, по идее, стоит. А, нужно, да, зонды же вот сюда запустить. И вот. Мы с вами нашли что-то интересное. Можно запускать зонды сколько угодно, то есть мы можем каждый раз находить что-то такое интересное, да, то есть. Здесь вот тоже что-то вот есть, мы видим, да? Вот где-то. Где-то вот здесь, наверное. Но зонды у нас есть ограниченное количество, естественно, лучше... Естественно, как вы понимаете, лучше апгрейдить и пускать зонды туда, где у вас максимальное количество вот этого вот пика, типа как вот тут, например. Тогда мы находим довольно большое количество залежей и каких-то полезных ископаемых. Где-то здесь еще тоже неплохое месторождение или чего-то в этом духе. Где-то здесь еще есть неплохое месторождение. Лаунчинг кроуб. Отлично. Так, маркан уже запасы скудные. О чем нам как бы сообщают самую малость. Давайте последний зон допустим. В принципе, по сути... Мы нашли все и вся, что здесь есть. Ну, почти. Запасов здесь вроде как больше на планете как бы нету. А нет, еще вот тут есть. Все. Исчерпали всю планету. Запасов на планете больше как таковых нету. Именно вот, ну, таких. Насколько помню, чтобы нам пополнить... Покупка топлива, покупка зондов. Можем купить зондов. Зонды стоят копейки. В принципе, да, то есть... Выход на орбиту. Биндур. Если бы Биндур находился ближе к Сарабарику, у него была бы атмосфера из углекислого газа и этана, но в холоде окраины звездной системы все газы осели на поверхность. Маленькая планетка такая. Богатые месторождения на данной планете. Давайте попытаемся найти самые богатые месторождения по-быстрому, чтобы особо сильно не... париться по этому поводу. Очень богатые месторождения. Причем здесь показывается, как вы видите, каких месторождений больше. Соответственно, ну, вот каждая вот эта линия, она показывает, какое конкретное месторождение мы в данном случае найдем. Например, вот здесь мы найдем платину в основном. Вот, видите, платины больше здесь, да? Если, допустим, мы видим вот такое, значит, мы найдем платину и палладий. Да? То есть, ну, как бы здесь все это показывается довольно четко. Вот опять у нас месторождение платины здесь есть. Пока что у нас довольно богатые залежи. Где-то вот здесь вот месторождение Иридия довольно богатое, опять-таки. Надо найти максимальную точку. Где-то здесь она. На самом деле, не так уж и сложно найти большие скопления. Я бы даже сказал, в каком-то смысле относительно легко. Но нужно постараться, конечно. Нужно обследовать, обследовать, обследовать. Искать. Где-то здесь примерно. Так. Оп. Смотрите, как зашквал просто идет какой. Палладия. Бам, сразу до умеренных. Так, видите, у нас, если вы, ну, присмотритесь, вы можете заметить, что на самом деле у нас не так уж и много мы можем набрать с собой. То есть, не больше, по-моему, 25 тысяч на склад мы можем загрузить того или иного ресурса. Поэтому особо сильно и часто посещать планеты нет смысла. Так, где-то что-то вот тут вот есть такое. Ну, получается, где-то где-то здесь. Палладий. Скудные запасы Палладия. Надеемся, что что-то еще помимо найдем. Вот. Ну, исчерпать планету довольно легко. Вы уже, я думаю, это и сами поняли. Главное просто найти по-быстрому какие-то месторождения. И, в принципе, это сделать. Где-то... Где-то что-то вот тут вот есть такое. Давайте запустим зонт. Потому что Иридия мало у нас. Платины обычно хоть попой жуй, как говорится. Собственно, о чем я и говорю. То есть, да, вот платины реально много. Оп. Палладий опять-таки. И это последний, по-моему, да. Все, мы исчерпали всю планету. Больше здесь ничего нету. Ой. Простите, вышел чуть-чуть. Так. Что удобно? Мы здесь на топливом складе. Покупка топлива. Вот. Замечательно. И покупка зондов. Так. Давайте полетим на последнюю планету. Выход на орбиту. Так. Низкую орбиту. Так. Здесь сканеры. Все. Ладно. Значит, потом исследуем. Потому что особого смысла сейчас исследовать я не вижу. Так. Быстренько по метеорам побегаем. Здесь вроде ничего нету. Ретранслятор. Обследовать место крушения Нормандии. Очень классно здесь сделано на самом деле вот это вот путешествие. Итак, Омега. Омега это выстроенная в скорлупе опустошенного шахтерами металлического астероида на протяжении тысячелетий служила убежищем для преступника террористов и оппозиционеров. В иные века станция оставалась безлюдной и заброшенной после чего ее снова обжила группа изгоев желающих начать все сначала. Станция имевшая небольшую конструкцию и изящный внешний вид развивалась спонтанно. Различные народы возводили на ней свои постройки. На Омеге нет ни центрального правительства ни признаваемого всеми лидерами и никто не помнит что там когда-либо было. В общем это чисто такая знаете непонятная станция на которой творится хаос и разруха но при этом все классно и хорошо. Скажем так это свободная зона на которой вас могут как пожалеть так и убить. Хм. Приштыковались приштыковались штыкуемся давайте мне очень нравится знаете вот тоже вот эта система загрузок да то есть вам показывают когда у вас примерно загружается игра то есть когда например вы открываются вот эти двери да это значит что уже загрузка закончилась классно сделано на самом деле то же самое эта тема проходит с как сказать эта же тема короче проходит когда вы приземляетесь на планету ну увидели что там приземляется щелнок нам это показывают как бы и все круто я хочу приобрести вот четвертый ранг сразу потом уже делать все остальные штучки четвертый ранг нам даст увеличивает урон наносимый оружием и умениями также штурмовую винтовку скорость ее увеличивает пехотинец инстинкт выживания дополнительно увеличивает урон наносимый вашим оружием штурмовая скорость длительность действия умений я думаю что это прям прям круто так что касается здесь результат увеличивает запас здоровья урон давайте прокачаем раз так урон запас наносимый оружием отряда так два три и так сразу низко врагов приостанавливает восстановление здоровья усиливает эффект который уже действует на цель дополнение к нанесению значительного урона еще там врагам с синтетиком вы можете с некоторой вероятностью увеличить водяков так сопротивление с низка есть 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 вероятность что лучше все-таки прокачать офицера цербера а здесь агента цербера тоже урон увеличивается у данного человека что не может не радовать можно конечно их спец умения прокачать но я думаю что пока что все хорошо привет к Омега ты новая не я всегда могу мне о hello Моклин я просто leave Farget сейчас конечно Моклин что она хочет благород scavengers привет к Омега шепард знаешь кто я Субтитры делал DimaTorzok 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 К5 Субтитры делал DimaTorzok Далее Субтитры делал DimaTorzok 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 Псего-то. Тысяча кредитов. Хм. Круто. Опыт получили. На самом деле надо было у него кое-что купить, не ду ладно. Давайте посмотрим в обзоре, что у него здесь вообще есть. Боеприпасы к тяжелому оружию, необходимых кредитов 25 штук. Плюс 15 боезапасы. Новый комплект сняток с производства модулей Т-6, используемых для управления полетом эффекта массы на космических кораблях. Ну вы помните, да, меня просили недавно это купить. Буквально вот только что. Покупаем. Конечно. Так, жесткое упрепление кожи. Ваш уровень здоровья возрастает на 10%, но это стоит 75 тысяч. В кожу вплетаются прочные синтетические волокна, значительно снижающие урон от большинства видов повреждений. Кроме того, эти волокна служат проводниками, паницелина улучшая эффект от лечения. И увеличение урона от дробовиков. Мы это можем купить. Но я не думаю, что урон нам нужен, а вот... Укрепление наших, так сказать, сил нам действительно понадобится. Ой. Я же совсем забыл про этих классных ребят. Ё-моё, они такие прикольные. Я не знаю, капитан Гаворн. Почему бы я ему скажу что-то? Я не верю. Скажите Гаворн, мы знаем его шаги. Мы не убили кого-то сегодня. Можем. Здесь кажется много его ворча на Омега. Омега. Принесли. Много говори. Много говори. Без слову Гаворн. Нет больше. Мы умираем. Было бы говорить с тобой. Нет больше слов. Мы не знаем про гаворн. Мы умираем. Верим. Очень... как бы... Этот город... Какие эти люди могут оставаться на разрушения так? Окей, на самом деле, да, здесь небольшая самую малость разруха, и все довольно хреново, на самом деле. Так, здесь у нас ничего нет. Это вход в клуб, с другой стороны, правда. Знаете, тот момент, когда, типа, с главного входа вас не пустят, да, но зато вот здесь вот вы можете спокойно пройти вообще без каких-либо проблем в этот же самый клуб. Это как бы нормально. Ладно, давайте пробежимся немножечко. Кстати, насколько я помню, есть разные типы оружия, которые будут нам встречаться, и некоторые, кстати, патронов, по-моему, не требуют. Вот я, по-моему, если не ошибаюсь, я именно такими и пользовался, потому что у них как раз есть только перегрев, и это очень удобно, потому что искать оружие с патронами, это не всегда хорошо. Так, лавка коротая. А, почему я поговорить ни с кем не могу? Видимо, она где-то в другом месте. Так, модель корабля Турианского крейсера. Маленькая модель Турианского крейсера. Купить? Почему нет? Эти штучки будут доставляться нам напрямую. Так, предоставляет собой комплект береливых и вольфрамовых проводников, микродвигателей с коротковременной поддерживающей и усиливающей движением владателя. Система первоначально разработана для спасателей. Скорость штурма. Почему? Как бы нет, не так дорого стоит. Так, урон снайперских винтовок. Нет, не думаю. Гламурный журнал. Оу, тентакли. Ну ладно, давайте купим. Так. Что у нас еще интересного есть? Прорезь к каюттамский... Ну, да-да. Я могу иметь что-то здесь для людей. Не много. Я в порядке, чтобы потратить немного денег. Но я думаю, что я могу найти лучшее вещи в другом. Ты не найдешь лучшее выбор. В любом случае, если ты готова рискать на короткове. Я бы лучше бороться с тобой, чем дать деньги к тихи. Ты уверен, что мы не можем сделать? Смотри, я не могу compete с на короткове. О-о-о-кей. Ну, в принципе, он не так сильно скинул. Он здесь вообще, например, на вот эти винтовки он ни хрена вообще не скинул. Поэтому самое мало с ними болтать. Немножко бесполезно, если честно. Ну, вот хород. Ну, вот хород. Киоск, если ты хочешь купить что-то. Окей. Итак, разработанный визор позволяет увеличивать мобильность точно за счет снижения защиты. В принципе, тоже можно купить. Крейсер гетов, то, что участвовал в битве за цитадель. Почему нет? Нам... Как-то, знаете ли... 4000, тоже можно купить модуль взлом, улучшенный инструментов. Вдвою лечит время, отведенная нам взлом системы. Вот эта штука нам, кстати, нужна. В войне защитных данных компаний и хакеров Цербера есть преимущество. Постоянно обновляемый перечень основных обходных путей, малоизвестных и до сих пор не закрытых брешей защитных программ. Исследования, проводимые в этой области, могут позволить нашим агентам взламывать большинство компьютерных систем, защищенных обычными средствами. Грубо говоря... Грубо говоря... Как только мы сможем что-то сейчас взломать, мы будем взламывать это намного, 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 намного... Ну, быстрее, но у нас будет больше времени, короче, ладно. Я тебе сейчас пристрелю, придурок. Совсем идиот. Так, ладно. А, ну да, нам же еще вот сюда можно пройти. Так, эээ, сюда мы пройти, по-моему, не можем. Честная территория, доступ закрыт, ну да. Прямо так? I told you to get lost, lady. The plague has the whole zone quarantined. Nobody gets in. I'm human, you ass. Humans can't get the plague. Now let me get my stuff out before looters get it. This thing affects every other race out there. We're not taking chances. Nobody gets in till the plague has run its course. Так что ты говоришь, что сломы полностью закрыты? В конце концов, человек, который слышит. Да, это точно то, что я говорю. Ты не можешь меня избежать. Я потеряю все мои вещи. Я тебе сделаю favor, человек. Кто-то в зону в quarantine зоне будет мертвым от плаги или грандами в несколько недель. Я не думал, что Омега имеет никакого права. Кто дает обещание для сломы? Высок от транспорта, да? Ария Т'ЛОК звонит сюда. Она имеет свои маленькие руки на каждом бизнесе в этом районе. И плага не плохая для бизнеса. Она приглашала нас, чтобы избежать кого-то от входа или уйти в зону в quarantine. Есть солариан named Мордан Солис в сломах. Я должен поймать туда, чтобы его найти. Доктор? Да, милый бастер открыли клинику в районе несколько месяцев назад. Благословцы были слишком счастливы, когда он переехал. Я слышу, что Мордан пытается с плагой. Я желаю им удовольствия. Но в районе все осталось закрыто. Наши органы будут ждать до того, чтобы плага или благословцы убили всех. А потом, идите и убедитесь. Слушайте, вы в порядке здесь, пока эта карантин закончится. Это может дать неделю. Что вы действительно нужны, чтобы решить этот проблем решение сейчас. Это я делаю. Решение решения. Поехали, и я смогу сделать этот район. Вы думаете, что вы сможете решить это? Почему не? Карантин есть больше, чтобы держать инфекционные люди в порядке. Я буду радио перед, скажу, что вы пришли. Погоди, вы остановите меня, но не их? Ты блядь! Ты не уходи, девушка. Ты не уходи. 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 Участливо, люди иммуны к плаге. Ну вот-вот. К счастью, у нас иммунитет. Хотя, к счастью ли, на самом деле. И да, мне не устаю повторять. Мне нравится, как они сделали вот эту тему с загрузкой. То есть, мы видим, что мы как бы загружаемся. Мы видим, сколько примерно осталось нам до того момента, когда загрузка закончится. Это очень удобно. Давайте посмотрим, что у нас есть у Заида. Лояльность обычная, способность оглушающий выстрел, штурмовые винтовки, снайперские винтовки, соответственно. Джейкоб, опять-таки, лояльность обычная, крупнокалиберные пистолеты, плюс дробовики он использует. Она тоже использует пистолеты-пулеметы, плюс крупнокалиберные пистолеты. Лояльность у нее тоже обычная. Я думаю, что я буду... Я не люблю Миранду, серьезно. Вот не люблю я ее. Вот вообще. Поэтому лучше я уж буду ходить с Заидом и Джейкобом, чем с Мирандой. Вот... Ну, не нравится она мне. Вообще, вот просто. Я не знаю. Я серьезно не знаю. Она мне правда не нравится. Наемник-ветеран, давайте сразу купим вплоть до третьего. Отлично. Так. Ну, остальное нам, в принципе, особо не нужно. Поехали. Так, игра сохранена. Мне вот нравится, что здесь можно сохраняться, по-моему, даже, если не ошибаюсь, даже во время боя. Это очень классно. И... Очищенный нолевой элемент. 250 нолевого элемента. Это круто. Мы можем подобрать, но они подбираются. Окей. Плюс здесь не как в первой части. Если мы толкаемся с нашими союзниками, они отходят. В первой части этого... В первой части этого не было. Эм... Прям вот, серьезно? Мы можем войти? Прям разрешаешь? Ну, ладно. Жалко, здесь карты нету. Так, медицинская станция. Здесь, вроде бы, ни черта нет. Ну, кроме медстанции, как раз таки. Так. Хорошо. Ну, мне, короче, по сути, надо убить синих светил и ворка, и, как бы, океюшки. Я вас понял. Я вас понял. Я вас понял. Ау. Ау. Так, надо немножко восстановиться, на самом деле. Ну, либо просто его убить раньше времени. Я думаю, они просто оставили мертвых в улицах. Бей контроль, и это самое основное. Хомичкилиой в улицах и на nem-п�� их. Ну да, шо тип того. Хомишimiento? industriумск. П drastic для нас 1500 pack в говарке. Ц Nash Инф The Tube And Hell Мм plant цирлож misma медаль в неё... советую птичать, да, пока повернусь, пока останавливаешь себе museums. Ау. Я, вообще-то, как-то помочь хотел. Ау. Нет ещё, что я могу сделать для тебя? Продолжение следует... 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 Мне очень сильно нравится, что здесь сделали вот такую систему Я о том Так, это сюда, сюда Вороться сюда Ты, ты Замечательно Эта система, ну, хоть она и относительно однообразна Но она хотя бы интересна, ее красоты Можем видеть Блоки данных, узнать, что здесь действительно произошло Мда Но это не новое Это хорошо забытое старое Попытка сдержать эпидемию любой ценой, так сказать Ладно Давайте дальше Я, к сожалению, не помню, где находится наш замечательный друг Поэтому нужно будет посмотреть Где он сказал, что они идут Ладно Получили кредиты А вон, ребятки Здесь, говорю сразу Стрелять надо во всех Поэтому Не смотрите Кто бы там ни был Стреляем просто по всем и вся Так Это оружие я пока использовать не буду Пистолетик тоже Приберегу А вот Эту пигню Можно Использовать Отлично Ау Так, вот здесь Вдоволь можно пострелять Как раз таки Со снайперской винтовкой Это круто Это очень круто Зажигательные снаряды и прочие Подобные штучки Здесь прям таки Очень Очень помогают Единственное У нас довольно мало С вами Оружия К сожалению Нужно будет Немножко перестраховаться Ладно Это батар Все, вроде Это были последние Ребята В принципе Мы можем взять Патрончики Отлично Замечательно Ребят Все живы Сохраняемся Надо, кстати, проверить Можно ли здесь Сохраняться в бою Потому что я этого Лично не помню Ну, надеюсь, что можно Иначе это будет Немножко обидно Так Мы же здесь Вроде больше ничего Не можем, да, сделать Здесь Ну да Здесь больше ничего и нету Хотя вот там Что-то есть Это что-то Называется Срывной контейнер Окей 52 патрончика 64 патрончика Это, по-моему, максимум Который мы можем набрать Ну, за эту винтовку Конкретно Так Естественно Апартаменты Пробуем зайти сюда Нам не сюда Конечно же Но никто нам не будет Мешать сюда заходить Так Ты-ты 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 Замечательно Обошли Так И мы В каком-то доме В чьем-то доме В каком-то чьем-то доме Нет Это были не турянцы Это люди В каком-то доме Можем Не olduğunu Почему? А Можем Ворча У нас Может быть Россия Ну Ну Турьеры отвергнуты. Чуть глубже ты идешь в Дистриц, больше Ворча вы увидите. Несколько они видят тебя сначала. Что еще ты можешь рассказать о Плаге? Когда началась? Первые случаи появились около двух недель назад. Никто не платил много внимания до того, пока началось распространять. Обычно это занимается около недель, но распространяется быстро. Три дня после первого случая, там были более пятьдесят случаев. Это когда все заметили, что люди не забыли. Потом в коронавирусе началось, и все пошло в hell. Как вы понимаете, как они контролировали это? Не знаю. Наверное, что не было. Даже после Блю Солнца началась оборудоваться в своих домах, Плаге продолжалось распространять. Они просто страдают границами, и уничтожили их на улицах. Похоже, это не помогает. Люди умерли по множеству. Скажи мне больше о Блю Солнце. Блю Солнце. Мерсенеры, mostly Турьер. Они занимались в этом районе. Они держали все хорошо и стабиль, для большинства. Если вы платили в месяц, все было круто. Мерсенеры были довольно неправильными. Для Омега, на самом деле. И эта длинная плага уничтожила. Все начали уничтожить. Ворча начали уничтожить. Блю Солнцы потеряли контроль, и весь Дистрикт превратился в зону. Мне нужно найти Мордан Солас. Да, он. Он уничтожил. Меня зовут Крыльник на другой стороне. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Надо их обокрасть Ну, типа, знаете, я... Как бы делаю свою работу не бесплатно, да Я как бы добрый, но мне тоже нужны деньги Что-то в этом духе, на самом деле Так, ладно Я думаю, что сейчас надо уже будет потихонечку Все это дело закруглять В принципе мы на довольно хорошем месте Как бы Собрали все денежки Ну что ж, давайте тогда на этом и закончим сегодняшнюю серию Всем спасибо за внимание и пока-пока